Добрый вечер дорогие друзья! Выражение как рыба в воде отлично подходит для моей сегодняшней гости. Хотя чем она только не занималась. Снималась в кино, вела программу на телевидении, представляла Олимпийский комитет России, но все-таки ее стихия это вода. Сегодня в программе «Звезда на звезде» трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, член Президиума Совета по физической культуре и спорту при президенте России Мария Киселева. Маша, добрый вечер. Хочу проверить насколько ты все-таки в курсе того, что происходит в твоем любимом виде спорта. Давай про Будапешт. То, что в Будапеште вдруг было принято решение переименовать синхронное плавание в, как это называется, артистическое, да? Может быть, каким-то образом вот нас хотят с пьедестала подвинуть, то есть типа вот ну хватит уже 20 лет всех обыгрывать, мы сейчас переименуем, мы сейчас еще что-нибудь сделаем, но только чтобы кроме русских там кто-то стоял на этих пьедесталах, ну я имею ввиду на главных пьедесталах. Ну на самом деле мысль такая, наверное, существует, и она у многих в головах, и конечно первая. Переименовали. Вот зачем? Ты знаешь, можно копаться в этом бесконечно. Во-первых, я хочу сказать, что, конечно, 20 лет лидерства российской команды, конечно, оно всем надоело и немножечко бесит. Когда мы в свое время пытались взойти на пьедестал, такое же первенство было у сборной команды Америки и Канады. Мы пытались до них дорасти, пытались с ними конкурировать, потом долго доказывали, что мы не хуже, а лучше, и потом в конце, в итоге все-таки получилось, что мы у них выиграли, и теперь мы возглавляем первую строчку рейтинга мирового синхронного плавания. Но вот это переименование, конечно, сразу все восприняли это так, что хотят свергнуть русских, хотят вставить палки в колеса. Слушай, а это так просто? Обвините нас всех в допинге, да? И все. Что, вы не знаете, как с нами бороться? Но по большому счету обвинить всегда легче всего. Так этим уже не занимается мировая общественность. Сложнее всего доказать, что ты лучше при любых условиях. И самое интересное, что сборная команды России, и не только по синхронному плаванию, это доказывает. На самом деле, 2017 год – это такая ключевая дата для российского синхронного плавания. 20 лет! Совершенно верно! Легендарный уголь жил! Конечно! Совершенно верно! Ровно 20 лет назад, представляешь, да, случилась первая победа на Кубке мира. И вот с того времени, с 1997 года, по 2017 год… 20 лет абсолютного лидерства! Да, 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 это действительно так. Абсолютного лидерства. Все крупнейшие международные турниры выиграны сборной командой России. И вот за это время сменилось большое поколение синхронисток. Очень большое. То есть практически каждый олимпийский цикл команды меняется как минимум на 50%. Как минимум. Но еще ротация происходит и внутри олимпийского цикла, вот когда идет четырехлетие. Но что самое интересное, что все эти 20 лет возглавляет сборную один человек. Гениальная Татьяна Николаевна Покровская. Тогда, значит, есть какой-то особый все-таки секрет у тренера Покровской. Потому что там, знаешь, говорят, помни, что рядом всегда есть там китайский студент, который вообще не спит. Я понимаю, что китайская сборная тренируется, ну, из воды не вылезает. То есть, да, вот это как бы… В чем секрет наших побед? Мы тренируемся. Нет. Тренируются китайцы еще больше, я уверен. А я не уверена. Значит, в подборе кадров… А я не уверена, что китайцы тренируются больше. Ну, конечно. Но потому что столько, сколько тренируется российская сборная по синхронному плаванию, ну, физически больше его держать невозможно. Это 12 часов физической работы каждый день. Ты можешь себе представить? У тебя было ощущение, что ты их тяндер, у тебя жабра. Да, это у всех. И не только… Ну, конечно. Да, ты живешь в воде. Но это не только занятие в воде, это еще и занятие на суше, да? То есть, это круглый год сборы. Это каждый день, там, сейчас там режим остался, наверное, как и в наше время, был 5-1. Они 5 дней тренируются, 1 выходной. Независимо от того, что происходит в стране, суббота, воскресенье или выходной день праздничный. Независимо от этого, есть график тренировок. И так целый год. И это все оттачивается, оттачивается. По 12 часов физической нагрузки за пределом своих возможностей. Ну, ты можешь себе представить. Ну, больше просто невозможно. А потом, просто чистая физическая работа, она не принесет результата. Здесь же нужна голова, здесь же нужен опыт, здесь же нужен стабильный тренерский состав. А у Покровской стабильный тренерский состав, очень сильный, лучший в мире. То есть, конкуренцию никто не может сегодня составить. Такой костяк, на который все смотрят вот так вот, как на божество. Да, на всех этих тренеров. Плюс, безусловно, скамейка запасных. Она играет огромную роль. Стимул. Конечно. Что тебя в любой момент заменят. Дышит в спину. А на самом деле это и есть. То есть, вот в сборной нет, наверное, практически нет людей, которые уверены на 100%, что они гарантированно едут на все старты и стоят во всех программах. А приори такого не может быть. То есть, это всегда... То есть, Татьяна Николаевна всегда сама, вот на каждой тренировке, я не помню ни одной тренировки, чтобы сказали, о, отлично, все хорошо, все замечательно, просто супер. Ни одной тренировки. Каждый раз есть какая-то ошибка. Каждый раз есть над чем работать. Каждый раз ты приходишь, думаешь, господи, ну когда же уже, когда же уже выйдет идеальный вариант. И даже если практически все идеально, и все равно все найдут ошибки, и тренеры, и спортсменки. Никогда, вот за все, там, 20 лет моего, моей спортивной карьеры в плавании, за все 20 лет, я ни разу не слышала, чтобы тренировка закончилась идеально. Вот бывают такие, часто ведь истории, да, вроде там тренер так индифферентно воспринял ребенка, а родители, да, такие сумасшедшие мамаши, говорят, нет, нет, носятся с ребенком. И вот упорством, тренировками выводят в люди. И заставляют тренера посмотреть на ребенка по-другому. Вот в тебе сразу были какие-то таланты, я имею в виду, ну что-то в тебе. Или это вот... Нет, у меня тоже было... Ну сколько трудолюбия, сколько... Трудолюбия 99%. Очень много есть талантливых детей, да, очень много способных детей, у которых есть какие-то особенности. Ну вот прям детки как будто рождены для этого вида спорта. Но очень, к сожалению, бывает, когда суперодаренный талантливый ребенок не всегда трудолюбив. И в какой-то момент тот, который, может быть, имеет чуть меньше данных, может быть, имеет чуть меньше физических каких-то возможностей, но он пашет и пашет, пашет и пашет. И он потом перегонит, обгонит этого ребенка талантливого, у которого нет трудолюбия. Но трудолюбие можно и нужно научить. Это задача первого тренера. Конечно, здесь есть работа родителей, но главное, чтобы эта работа родителей в семье и с ребенком не мешала работе тренера. То есть это надо четко разделить. Тебя же привели просто здоровье укрепить. Ну как бы, ну до общего развития. Однозначно. Ну это же не для... Мне привели, чтобы ребенок был занят, чтобы ребенок укрепил спину, ну и чтобы активность была... Я была активным ребенком, чтобы направить ее в русло. Маленькой совсем? Нет, меня привели в 10 лет. Это очень поздно по сегодняшним меркам. Это совсем поздно. 10 лет я вообще плавать не умела даже. Пока не появились первые успехи, большие, я имею в виду, у родителей было ощущение, зачем мы привели на свою голову ее в бассейн? Ну вот я имею в виду вот эта спортивная школа, отсутствие тебя вот в привычной жизни, сборы постоянные. Да нет, у меня такие мудрые родители, они всегда прислушивались ко мне. Я, конечно, ребенком была непростым. Мне, моя мама сегодня говорит, что младшая моя дочь, полная копия меня по характеру. И я понимаю, что моим родителям нужно памятник поставить, потому что это и кулаком по столу, это такая упертость. И вот да, вот мне надо так, и я буду только так. То есть вот такие, ну характер такой. Так мама должна это радовать, собственно говоря, потому что, собственно, тебе этот характер же и привел к большим победам. Да, безусловно. То есть у характера же ничего не происходит. Абсолютно точно. Но родители, они всегда прислушивались ко мне. То есть они, конечно, меня направляли, безусловно, но если они понимали, что я это хочу, я этим горю, и мне только это надо, они поразмыслив прислушивались и соглашались с какими-то решениями. Вот, например, как про переход в спортивную школу. То есть это у меня родители всегда учеба стоит на первом месте. И стояла, и стоит по сей день. Я училась в школе очень хорошо, у меня же 6 класс закончила на отлично. И вдруг тренер говорит, что мы переходим в спортивную школу. У кого, значит... Ну и называет фамилии детей, которых из группы они готовы перевести в школу, потому что они видят в этом перспективу, а для того, чтобы расти дальше, нужны двухразовые тренировки. И мою фамилию тоже там назвали, и мои родители в шоке говорят, Маша, как ты что, а как учеба, а куда? Но они поняли, что я очень этого хочу, что тренеры увидели какую-то перспективу во мне. Они даже поговорили с классным руководителем нашего класса, с Ниной Федоровной, которая им сказала, идите, занимайтесь, а учиться она всегда сможет, не переживайте. Прикроем. Да, нет, не прикроем. Нет, не прикроем, а в плане того, что... Поможем. Дотянем. Нет, не помешает, что я найду время, найду возможности, что найду способности в себе для того, чтобы выучить то, что нужно, и пойти дальше по программе. Скажи мне, после такого беспрецедентного успеха Сиднея и некоторой жизни после спорта уже, да, Афины, были же таким рискованным мероприятием? Ну, да. Как без риска в этой жизни? Ну, послушай, знаешь, когда все и так хорошо получается, зачем подвергать себя, даже сравнению с собой образца 4-летней давности, понимаешь, с двумя медалями. А я тебе объясню. Я же сразу после Сиднея, вот когда мы выиграли две первых золотых медали, я закончила карьеру. То есть у меня был два года перерыв. И у меня началась активная телевизионная история. И помимо, вот в тот момент, помимо уже звена, я уже перешла с ведущей новостей с НТВ, и на Первом канале тоже была обозревателем в спортивной редакции, помимо слабого звена. Потому что мне было это интересно. И в тот момент очень активно и много транслировали соревнования по синхронному плаванию и по водным видам спорта. И тебя ностальгически потянуло в бассейн. Да, да. И вот это был 2001 год, был чемпионат мира в УКОКе. Выступала наша команда. И я понимаю, я комментирую, и я понимаю, я себя поймала на таких странных ощущениях, почему я нахожусь по эту сторону экрана, а не по ту. Я же должна быть сейчас там. И меня настолько это сильно кольнуло, и настолько меня сильно затяло. Я не ожидала такой реакции. То есть я думала, что я закончила, и все, на этом все. Но в тот момент это была такая сильная какая-то энергия и эмоция. И мы с Ольгой Брусникиной поговорили, долго совещались, поговорили с тренером. И тренер нас поддержал, и мы решили рискнуть. Потому что стимул и желание было настолько огромным. Конечно, был риск. Но мы подумали о том, что если ты сейчас не рискнешь, если ты сейчас не попробуешь, ты потом уже этого не сможешь никогда попробовать и сделать. В определенном смысле для меня дуэт – это как в космосе. Ну, как бы вот когда ты вдвоем, и вода, вот это. Вот вас Брусникиной сразу объединили? Нет, нет, не сразу. Или это путем как бы примеряло одну к другой? Какой-то пасьянс такой тренерский. Ну, это, безусловно, решение тренеров, безусловно. Они принимают такие решения, не спортсменки, безусловно. Мы вошли в сборную команды почти в одно время. Это был 92-й год, и в 93-м уже выступали на чемпионате Европы. Это первый наш старт, был старшей сборной. Но вошли мы из разных школ, от разных тренеров. И более того, начиная с 94-го года по 96-й, мы делали разные дуэты, мы соперничали друг с другом. Я делала дуэт с Леной Азаровой, а Ольга делала дуэт с Юлией Панкратовой. И вот мы постоянно соперничали. Разные школы, разные тренеры, разные дуэты, кто будет первым дуэтом. И потом так случилось на Олимпиаде в 96-м году. Это была наша первая Олимпиада, которую мы тогда, к сожалению, не выиграли. Мы заняли четвертое место, и, конечно, это была целость и наплача, когда мы переживали. Это вот как раз переломный момент был российского. Мы поплакали как раз 97-й и... Да, и на этой Олимпиаде были только группы, дуэтов не было. Поэтому мы потом все готовились в группах. И так получилось, что вот в этот период распались оба наши дуэты. И наш с Леной распался, и Оля с Юлей тоже распался дуэт. А нужно было собирать первый дуэт, который представлял бы на Кубке мира нашу страну. И вот тренеры посмотрели и подумали, почему бы нас не объединить. И сразу после Олимпиады мы начали тренироваться вместе, и уже через год мы стали подругами. А это необходимые условия. А быть подругами? Да. Ну, я имею в виду вот... Нет. Было когда-нибудь что-нибудь другое вот в парах, когда вместе работаем хорошо, а так? Я думаю, что есть разные случаи. Да, есть разные случаи. Но в вашем случае это такая дружба? Да, у нас сложилась дружба. Как-то так случилось, что какие-то появились общие интересы, нашлись. То есть помимо того, что у нас есть общая цель, безусловно, к которой мы идем, и, естественно, все этому подчиняется. Ты когда идешь к своей цели, ты просто убираешь все, что у тебя есть по пути, то, что тебе мешает. Остается только то, что тебе помогает идти вперед. Был один неприятный момент. Я надеюсь, что он был один, насколько я просто знаю, когда все могло закончиться, и не по твоей воле. И ты как никто понимаешь, что чувствовали спортсмены, которых отстранили от Олимпиады. Накануне Сидней, я имею в виду допинг-скандал, который касался непосредственно тебя. Что за история, и насколько она вообще сопоставима с тем, что происходит сейчас в большом спорте, в олимпийском движении, вообще в отношении к российским спортсменам? Нет, это абсолютно несопоставимая история. Нет, это история, которая, к сожалению, произошла со мной. Она произошла со многими спортсменами, и это вина фармацевтических компаний, которые занимались. Вы не были информированы в списке запрещенных? Мы не принимали ничего запрещенного. Мы не принимали ничего запрещенного. Мы принимали разрешенный препарат. Это даже не препарат. Это просто была пищевая добавка. Бат какой-то. Да, это была просто пищевая добавка, которую рекомендовал врач сборной официально. Официально. На ком ответственность всегда лежит, если возникают абсолютно подтвержденные реалии? На спортсмене, на враче или на трене? Спортсмен врач. Спортсмен врач. Спортсмен врач. То есть невозможно предположить ситуацию, при которой спортсмен употребляет что-то, что дает врач по рекомендации тренера или тренер по рекомендации врача. Я не знаю, какая взаимосвязь. Что вы мне дали? Витаминки. Слушай, я не могу глубоко обсуждать эту тему, потому что в нашем виде спорта допинг не принимается. В принципе, не принимается. Его нет. Вот на 100% его нет. Ну ладно, девчонки могут ведь какое-нибудь мочегонное запрещенное выпить, чтобы купальник хорошо... Могли раньше, когда не было осведомленности, наверное, ну были же истории. Понезнание. Совершенно верно. Но не для того, чтобы скрыть какой-то препарат. Почему все вот эти вот мочегонные препараты находятся в запрещенных? Потому что они скрывают. Совершенно верно. А здесь ситуация такая, что просто привести себя в форму. Но это могло быть когда-то, когда об этом не было никакой информации. Сегодня все настолько информированы. Сегодня никто ничего... Мы воду никогда не брали со стола, если она была открыта. Никогда в жизни. Мы настолько щепетильно к этому относились. Вы не знали, что в пластмассовую бутылку можно не открывать, а что-то в колотеке. Ну, ты уж прям совсем же... Да что, послушай, очищение всемирного заговора. 16 стран голосуют за то, чтобы отстранить российскую сборную от Олимпиады 2018 года. Только ли дело в допинге? Нет. Нет. Ты, работая на Сочинской Олимпиаде в Олимпийском комитете, ты же видела непосредственно тех людей, которые сегодня устроили эту травлю на российскую сборную. Ну, там же не такая частая ротация происходит. Нет, там не такая частая ротация. Я имею в виду и руководителей федераций. Люди много лет работают и находятся в этой системе. Ну, там какие-то у них есть ротации внутри. Но, как правило, они остаются все равно в той стезе, в которой работают именно в той области, в которой они профессионалы и состоялись. Конечно, мы со всеми этими людьми работали. Конечно, было очень плотное общение и плотная работа, когда особенно Олимпиада, домашняя Олимпиада, ты вообще со всеми общаешься. Это постоянный контроль, постоянное совещание, постоянное общение, постоянное там какие-то выяснение каких-то ситуаций для того, чтобы потом уже на месте, когда Олимпиада начнется, все работало как часы. Это же многолетняя работа по подготовке. Нет, все было в порядке. Ты же мэром была, да, Олимпийской деревне? Нет, нет. Я была пресс-аташа Олимпийской команды нашей и пресс-аташа Олимпийского комитета России. Да. Ты помнишь, с какой частотой появлялись каждое утро? Это потрясающее было удовольствие для всех смотреть видеоблоги разных спортсменов. Одни, которые кричали, счастье здесь так хорошо. Другие говорили, о, посмотрите, здесь подоконник плохо прикреплен. И вот это удивительно. Одни приезжали для того, чтобы выступать, соревноваться, находить там друзей, я не знаю, получить того, что надо жить. Это все молодые люди же обычно. Да, как правило. А другие приезжали найти какую-нибудь гадость, что-нибудь потом всему миру об этом рассказать. Слушай, ну ты знаешь, я тебе хочу сказать, что это больше раздутая история. Вот я тебе скажу, изнутри настолько была добрая и хорошая и приветливая атмосфера среди всех. С точки зрения спортсменов? Конечно. А с точки зрения вот этих функционеров, если возревал этот заговор, он же возревал, это же не с того, не с бухты барахтов. Давайте мы Россию хлопнем таким способом. Ну здесь по-другому как-то не получается. Ведь, видимо, Сочи и послужила какой-то отправной точкой этой травли. Слишком хорошо получилось? Слишком хорошо получилось. И получилось, правда, хорошо, потому что помимо подготовки на самом высочайшем уровне, которая была, помимо уровня проведения, как это было проведено, ведь это лучшая Олимпиада за всю историю, Сочинская Олимпиада, ее же признали лучшей, так еще и первое общекомандное место. Да? Может быть, никто не ждал этого. Страшно раздражает. Конечно. Ты ушла из Олимпийского комитета, потому что, собственно говоря, это была некая этапная работа, и ты так и определяла для себя вот на этот срок олимпийский, да? Там я этим занимаюсь, потом дальше у меня... Ну конечно, когда домашняя Олимпиада, дома, и не быть участником полноценного этого процесса, мне кажется, это не совсем правильно, и, конечно, цель была именно вот... Тебе не кажется, что сейчас Олимпийскому комитету России еще больше, в большей степени нужна помощь, потому что то испытание мы как бы преодолели, да, из гордости и чести вышли? Ну это был такой пятилетний путь, да, такой очень интересный А сейчас-то надо спасать сборную к следующей Олимпиаде, ведь неизвестно, чем закончится все это. Ну в Олимпийском комитете сегодня работают много профессионалов, и я уверена, и в Министерстве спорта, и во всех других организациях, которые занимаются этими проблемами, я просто уверена, что все разрешится, потому что у нас очень много профессионалов. Вроде находятся какие-то доказательства подлога там, да, в этих допинг-скандалах, там вскрываются какие-то новые факты, и раз, иминаются... Ну и снимаются же обвинения. Ну и снимаются обвинения. То есть мы не проигрываем информационную войну? Я уверена... Я имею в виду Россия. Я уверена, что победит тот, кто прав и кто сильнее. А мы правы, и мы сильнее. Расскажи, насколько вот как спортсменка, как трехкратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка там мира и Европы, что чувствуют спортсмены, которые под нейтральным флагом вынуждены из-за всех этих скандалов там, да? Понятно, что они борются там за свое имя, но всегда же еще и за страну. А здесь вроде как бы за имя. И вроде все знают, что это российские спортсмены. А вот нейтральный флаг. Мне сложно ответить на этот вопрос. Тебе, слава богу, этого никогда к счастью не пришлось. Да, в моей судьбе этого не было. Я всегда выступала под флагом России, всегда играла российский гимн. Но как бы ни выходил сейчас спортсмен на старт, весь мир знает, что это российские спортсмены. Которого лишили возможности. Не важно. Ничего не важно. Они знают, что это российский спортсмен, который представляет Россию. Весь мир это знает. Мир спорта не такой широкий, как кажется. Все на счету, все на глазах, все на виду, все про друг друга знают. И все прекрасно знают, что этот спортсмен представляет здесь Россию. Расскажи про школу по-своему. У нас школа... Уже твои ученики в юниорскую сборную входят? Да. Да. Браво, Баша. Вот это гордость. Да, да. Это, конечно, вот именно в этом году у нас старшая наша спортсменка Варя Креопалова попала в юниорскую сборную и стала двукратной чемпионкой Европы. Фантастик. Я тебя поздравляю. Спасибо. Сколько лет? В школе семь лет. Семь лет пришла к этому первому. Мы шли. Нас много, у нас целый коллектив, не я, мы. Вот. Семь лет, да. Мы начали с нуля. Мы набрали просто детей, которые ничего не умеют. Учили их плавать, учили их синхронному плаванию. Ну, безусловно, происходит естественный отбор. Кто-то остается, кто-то уходит. Каждый год происходят наборы. Но вот самые старшие дети, которые доходят. Вот Варя была из самого старшего класса. Хорошо. Скажи мне, подожди, ведь есть же и у Русникиной школы своя, и у Давыдова, а у них поскольку человек в этом юниорском коллективе. И у Русникиной, и у Давыдовой, у них уже есть спортсмены, которые находятся в сборной команде России, и уже стали чемпионками мира в этом году. То есть они планочку подзадрали, и тебе надо будет соревноваться с ними? Ну, это нормальная ситуация в спорте, когда идет конкуренция. Я понимаю, что это нормальная. Я же провокатор на что-то. Мы же все общаемся. Нет, я понимаю тебя. Мы же все общаемся, мы все дружим, мы все в одной семье в любом случае. Понятно, что кто-то друзья, кто-то там просто знакомые. Возвращивайте для общего дела, собственно говоря. А потом конкуренция, она всегда порождает результат. Ведь когда нет конкуренции, все, это стоп. Это стоп. Ты всегда должен чувствовать, тебе дышит в спину. Ты всегда должен совершенствоваться. И не дай бог тебе покажется, что ты идеален. Не дай бог. Ты пробовала совершенно разные применения собственных талантов. И вот, казалось бы, телезрители думают, я сейчас тебя буду про телевидение расспрашивать, да? Нет. Для меня поразительная совершенно дочка генерала Иволгина. Мне очень понравилось. Телезрители, может, и не поняли, а я говорю о экранизации романа «Идиот». Вот. И партнеры там, собственно говоря, сумасшедшие, величины, лучшие артисты. Женя Миронов, да, Лина Вележева. Там зачем перечислять. Все великие, все великие. А ты вот отчаянно нырнула и в этот бассейн? Да. Ну, у меня всегда в детстве была мечта стать актрисой. Это каждая девочка мечтает об этом. Ну, каждая вторая. Так уж, чтобы не соврать, правда. И у меня даже был момент, когда я очень хотела поступать в театральный. Ну, это как раз совпало с нашей первой олимпиадой, 96-й год. И понятно, что, ну, это невозможно заниматься, совмещать. Ну, как тебя позвали на пробы? Позвали очень просто. В тот момент, хоть ты не хочешь говорить про телевидение, но на момент выходил... Да, конечно, обязательно поговорим. Ты сильное звено. Как же мы не поговорим об этом? Вот, именно в тот момент как раз выходила в эфир программа «Слабое звено». Выходила она где-то, может быть, полгода. Я еще тогда в параллель работала в новостях спортивном. И вот этот образ строгой девушки в очках, да, видимо? Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Буртко увидел именно этот образ. Он именно этот образ увидел. И мне через какое-то время сказали редакторы, что вот был звонок, звонил режиссер, предлагал тебе роль в фильме. «Ну, тебе, наверное, это неинтересно?» Сказали, они пошли дальше. Я говорю, подождите. Стоп, стоп, стоп. Это уже мечта моя детская. Да, да, это же моя мечта детства. Как неинтересно. Они говорят, да, а, ну вот тогда телефон, звони. То есть пока они мне сообщили, пока прошло две недели. У тебя не было ощущения, что это розыгрыш? Нет. Режиссер Вортко? Нет. Вообще не было. Вот я что-то отматывала. Я даже не думала никогда про это. Что это ты без образования должна в кино сниматься? Что, мало артистов, что ли? Ну, может, это... Вот залог олимпийского золота. Вот, дорогие зрители, характер. Нет. Конечно, само собой. Я очень обрадовалась, когда такое. Ну, когда ты понимаешь, что ты возвращаешься в детство, вот ты мечта, и вдруг говорят какое-то предложение, я, конечно, схватила телефон, сразу позвонила, и опять услышала. Ну, наконец-то! Ты где две недели была? Я говорю, мне только дали ваш телефон. Он мне стал рассказывать, какой материал, какой состав актерский. Говорит, ну, вас устраивает состав актеров? Чурикова, Басилашвили, Боярский, Вилли Живы, Миронов. Вас устраивает? Да. Никто не подвел здесь. Вот. Он говорит, ну, если все в порядке, я вас жду на пробы, там, тогда-то, тогда-то. Ну, и вот там уже пошли. Все же в Питере снималось. И пробы тоже были в Питере. Все было там. Ну, конечно, такое волнение было сильное. По разным причинам. Хотелось безумно. Хоть артисты не любят это слово «метр», но ты со звездами там, да, снимала? Да. Я смотрела на них, как вот практически на божество. Ну, люди, правда, которыми ты восхищаешься. Фильмы, спектакли, которых ты смотришь регулярно. Были такие вот актерские косяки, когда там не втыкаешься, и вот дубль за дублем? Или прямо наоборот у тебя, как это называется, знаешь, старт плюс у спортсменов, когда волнение переходит в стопроцентный результат, и говорят, ну, вот Кистерева с первого дубля, а с Тюриковой надо поработать еще. Нет, ну, во-первых, я не смогу ответить на этот вопрос объективно. Во-вторых, конечно, я прекрасно понимала, что я не профессионал, и нахожусь в среде профессионалов, а я человек немножко со стороны. Но опять же, к вопросу о том, что думала ли ты об этом, не думала. Я просто хотела. Мне говорили, как... Я спрашивала, как это правильно делать, и просто делала то, что от меня просили, то, что требовали. Надо отдать должное Владимиру Владимировичу, что он понял это, и перед какими-то сценами он просто приглашал меня на разговор к себе и говорил мне, как он о себе это видит. Вот что в этот момент чувствует Варя, что в этот момент происходит. Вот ты понимаешь, что у тебя здесь должны, вот, например, на такие эмоции. Звезды не жужукались, но каким-то образом вдруг там, ну, телевидение достало из бассейна Кистеревой, да, и в телестудии она с другой стороны расцвела. А потом вдруг Бортка ее из телестудии приводит на киноплощадку. Ну, я хочу сказать, что на площадке этого не ощущалось ни разу. То есть, наоборот, помощь. Вот ни одной ситуации... Да, и на самом деле помощь была практически от всех, вот с кем были совместные сцены, от всех ребят, от всех коллег, можно так назвать. Была действительно помощь и поддержка. Как правильно они подсказывали, что и как правильно сделать. Но мне потом рассказали уже, когда это был конец съемок, мне рассказали, что, конечно, актеры задавали вопрос режиссеру и второму режиссеру. Говорят, с какого перепугу вообще? Вам что, телевизионная звезда нужна? А вы же актрисы не полагают. Не, ну, характер увидел в этом. Вот в том, как ты очки там поправляла. Да. Да. Я на самом деле ему... Звено. Скажи мне, а этот образ был придуман продюсерами телевизионными? Звено ты имеешь в виду. Да, звено. Начнем с того, что это, конечно, лицензионная программа, и там есть определенный канон, определенные рамки, в которых ты работаешь. Но дальше уже вот сам... То есть там непозволительно было смеяться, душевно разговаривать со зрителями, с участниками, да? Но дальше это уже работа была командой здесь, которая занималась производством. Это, безусловно, продюсер, это, безусловно, режиссер, и это гример. Да, вот, наверное, три определяющих человека. Причёстка, да, вот это всё. Да. Притом, что у меня, я же в этот момент уже возвращалась в спорт после перерыва, у меня менялись волосы, и, в общем, каждый раз что-то приходилось придумывать, чтобы соответствовать стилистике определенной. Почему фильмография не такая обширная, как могло бы показаться? Ты дальше стала разборчивее в выборе ролей, или так как планка была поднята, бортка, что... Ну, я не верю, что тебя не звали. Нет, я помню там параграф, но это всё равно не тот даже, ну, как бы там, ну, объёмы, драматургия не та. Да, да. Я не знаю, мне сложно сказать, я, честно сказать, даже иногда задумывалась над это, потому что мне очень понравилось, правда, это вот какая-то совершенно новая история, новая атмосфера, новые возможности, ну, правда, очень было интересно. Не знаю, мне сложно сказать, вот сразу после, практически после идиота, было предложение, но я в тот момент, поскольку вернулась в спорт, я, конечно, не могла ни с чем, и мне пришлось два раза отказаться. Может быть, это как-то... А потом прошло чуть время, да? То есть надо по горячим следам делать, либо это... Да, может быть, как-то это обидело кого-то. А ты всё не могла определиться. Нет, я не могла... Нет, я всегда очень чётко была определена. Очень. А кто не могла определиться? Я тебе скажу, ты очень чётко всегда была определена. Я знала, что я вернулась, и я знаю, что мне нужно добиться результата. Ты очень хитренькая. Я? Ты стала заранее готовиться к этому сложному для многих спортсменов периоду, который называется «Жизнь после спорта». Да. И, казалось бы, пошла не по проторенной дорожке в институт физкультуры, а в журналистику. Да. Да. Ещё в МГУ. Ещё не просто в какую-то там журналистику. А брали ведь там же не за медали, там же за медали не берут. Нет, ну поступать пришлось. Да, пришлось поступать. Но, опять же, поступление совпало с 96-м годом, с первой Олимпиадой, которая в Атланте была. И там несколько экзаменов мне пришлось переносить. Я сдавала его, ну там, бывают группы, там по болезни кто-то или ещё по каким-то уважительным причинам отдельно. Это я сочинение писала отдельно потом с группой людей. У нас там было человек 15, наверное. Вот. Переносили. И творческий конкурс пришлось переносить. Но с творческим конкурсом проблем не было. Там же нужно написать было 5 статей, которые должны выйти обязательно. 5 публикаций. Почему журналистика выбрала? Спорт, опять же, меня привёл туда тоже. Спорт, да? Спортивная журналистика. Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что я прям выбрала однозначно стезя спортивной журналистики. Нет. Но побудило меня к выбору именно синхронное плавание. Потому что в своё время, когда мы выступали, когда мы начинали найти какую-то информацию про этот вид спорта, было бы, ну, просто невозможно. Практически невозможно. Так побед не было. Ну, это раз. Во-вторых, не очень популярный вид был. Ну, наверное, всё-таки не так. А стал какой популярный? Да. Понимаешь? Да. Поэтому, конечно, меня натолкнула эта мысль, что если не так много желающих писать про наш вид спорта, рассказывать про него, почему бы не попробовать мне? Семь лет назад ты ещё и стала делать шоу. 14 лет назад. Да ты что? Да. Представляешь? Это я был семь лет назад. Ты был уже восемь лет назад. Восемь лет назад. Ты был на первом спектакле на воде для всей семьи. Это было действительно восемь лет назад. В Олимпийском это огромное было. А, а шоу мы начали делать. Вот эта ёлка, новогодний праздник. Да. Ну, многие называют это ёлка на воде. Кто-то называет это шоу на воде для всей семьи. Кто-то называет это спектакль на воде. Как ни назови. Спектакль, да. Да, мне очень нравится слово «спектакль». Потому что действительно мы же выдерживаем сюжетную линию, мы же пишем оригинальный сценарий, мы же создаем оригинальную музыку, создаем оригинальные декорации и костюмы, строим целые города в бассейне, и артисты у нас участвуют, у каждого есть своя роль. И наши артисты – это и спортсмены, и артисты разных жанров искусства, и спортсмены разных видов, и синхронное плавание, и прыгуны, и флайборд, и художественная гимнастика, и акробаты, и цирк, и хореография. И драматические актеры. То есть здесь полное объединение различных направлений в одном телеспектакле. И они все и прыгают, и плавают, и танцуют, и летают. В общем, на всех трех уровнях – и на воде, и на суше, и в воздухе. Слушай, обычно это всегда в Олимпийском происходило в Москве. Мы уже второй год работаем в «Динамо» на водном стадионе. Замечательная просто площадка, где… То есть детям и их родителям искать тебя теперь на водном стадионе. Да, 8 минут от метро пешком, новый бассейн. Там не большая, поменьше площадка. Там полторы тысячи мест. Полторы тысячи мест, и мы ставим дополнительную трибуну, а в этом году она вообще будет уникально стоять. Она будет заходить прямо на воду. То есть зрители, которые будут сидеть на первых рядах, они прямо практически на воде будут сидеть. То есть им, чтобы брать купальные принадлежности? Ну, там, конечно, могут быть какие-то, знаешь, экстремальные первый ряд мокрые места, как это любят. Будут выныривать русалки? Там у нас флайборд, у нас же рекордсмены России участвуют и делают сумасшедшие трюки, вылетая над водой на несколько метров до потолка. То есть меня еще поразили вот эти вот прыжки, там была, по-моему, чуть ли не 20-метровая вышка, там больше 10? Прыгунные в воду, нет, 10, вышка стандартная, 10. Ощущение было, может, потому что я сидел первый раз. Ну, может быть, да. Это ты знаешь, мы же делаем в трех городах спектакли вот эти шоу на воде в Москве, в Питере и в Казани. И вот в Санкт-Петербурге есть площадка прямо под потолком, откуда у нас мальчишки в конце тоже прыгают, прыгуны. Вот там как раз уже ближе к 20, ну, там, может быть, чуть-чуть поменьше, ну, почти 20, и они прыгают прямо из-под потолка, зрители визжат, им настолько это нравится, но это, правда, настолько зрелищно смотрится. И вообще, мальчишки-прыгуны, они большие молодцы. Они не только профессионально выполняют трюки сложные свои, которые из своего вида спорта, они еще актеры и артисты потрясающие, тоже не заканчивая никаких вузов и не имея образования. Они настолько вживаются в роль, что зрители на трибунах не могут понять, это герой или это прыгун в воду, потому что он только что вот играл, и он делает кульбит в воду профессионально. Я же видел, что ты не просто там имя свое отдала на афише, что ты худрук, и что ты все, все, всем этим делом руководишь. Это правда. От начала до конца, то есть от сценария до там подбора артистов. По всем вопросам, ну, это просто... Забрала тебя, значит, эта стихия. Ты знаешь, это... Вот я правда, на самом деле, дышу и живу этим. Я прям растворяюсь в этом во всем процессе. Это так интересно. И каждый раз ты понимаешь, что это такое безграничное пространство, в котором можно творить до бесконечности. Мы в прошлом году делали сказку о царе Салтане. Первый наш такой опыт был, когда мы к классическому произведению пришли. Пушкинская сказка. Да, ты знаешь, это настолько понравилось зрителям. Они... Вот мы просто рассказали классическую пушкинскую сказку своим языком. Языком воды, воздуха, суши, актеров, артистов, да, вот этой всей истории. И она настолько удачно получилась, и настолько зрители полюбили. И в этом году мы решили, что эта сказка сразу поедет в два города, и в Санкт-Петербург, и в Казань. И нам понравилась эта идея, когда это классическое произведение, которое не только развлекает, но это еще имеет какую-то такую моральную основу, какую-то поучительную основу, да, ну, развивает детей в том числе и в умственном плане, если можно так сказать. И в этом году мы решили обратиться к мифам Древней Греции. Это настолько оказалась популярной темой у детей и у родителей. Они так их любят. Мы даже назвали новый спектакль «Миссия Одиссей», где мы путешествуем по различным мифам Древней Греции. У нас современные дети, современные герои попадают в Древний мир, и вместе с ними совершают подвиги. Вместе с ними видят, что такое бесстрашие, что такое сила, что такое любовь. И ты прям растворяешься в этом процессе, получается. Мне кажется, это должно настолько понравиться деткам. И не только деткам, но и родителям. Ты же сам знаешь. Да что, взрослым нравится не меньше. Скажи, такая традиция существует президента Международного Олимпийского комитета. По окончании Олимпийских игр подводит некие итоги, да, и говорит, произносит он фразу, это были лучшие игры в истории человечества. Вот твои самые лучшие игры какие были? Олимпийские? Да. Ну, такой провокационный немножко такой вопрос. Да, что надо было бы ответить в Сочи. А в Сидне было две медали, а в Афине были еще сложнее и принесли медаль. Да, ты знаешь, если я назову какие-то одни выделю игры, я, наверное, буду не совсем права, потому что эмоции от каждых Олимпийских игр, они настолько яркие. И что самое удивительное, они абсолютно разные. Вот каждые Олимпийские игры, которые были в моей жизни, их было много, потому что я в разном качестве приезжала на игры, и как комментаторы, и как руководители, и как пресс-аташе, и, конечно, изначально как спортсменка. И на каждых играх эмоции зашкаливают, и они всегда, повторюсь, разные. Но, наверное, если все-таки выделить, я все-таки Сидней выделю. Первое Олимпийское золотое, да. Наверное, все-таки Сидней. Знаешь, я думаю, что вот самые большие эмоции у нас, как у спортивных болельщиков и, собственно говоря, патриотов своего отечества будут, если нам в 2018 году дадут выступить нормально, если эта Олимпиада не будет там ручна никакими скандалами. Согласен. И если, вот, я надеюсь, Господь поможет, чтобы целое поколение спортсменов, атлетов, которые всю свою жизнь положили и посвятили какому-то виду спорта и нам, болельщикам, чтобы они имели возможность выступить. Я с тобой соглашусь. Я очень рад, что ты нашла время ко мне зайти в студию, дорогие друзья. Я напомню, сегодня в студии программы «Звезда на звезде» трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы Мария Киселева. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»